Сделать Раменский парк культуры и отдыха еще притягательнее. Задачу по улучшению развития территории поставил Андрей Кулаков перед своей командой. Концепция по использованию и развитию зоны отдыха уже готова. Глава района ее и представил жителям на очередной встрече. Там, еще раз повторюсь, много очень элементов будет включено новых. И зона отдыха, и спортивная зона, и даже исторические территории. Поэтому планов очень много по парку. И нам нужно приложить все усилия, чтобы их реализовать. Это будет непросто, это будет дорого. Но, тем не менее, если мы это сделаем, это будет очень хорошее, действительно классное место для отдыха наших жителей. 19 гектаров – такова территория, которую сейчас занимает парк. А в дальнейшем его территория увеличится до 37 гектаров. В территорию парка войдут и территория восьмидорожья, которую мы приведем в порядок, и территория, которая сейчас граничит с нашей гимназией, где будет у нас вот здесь большой спортивный кластер. И, соответственно, территория, которая вот за моей спиной, которая предполагалась под многодетажную застройку, которая теперь вошла в территорию парка. Это как раз та историческая часть нашего парка, где мы хотим воссоздать, скажем так, в каком-то приближении усадьбу, которая здесь находилась до революции. Территория восьмидорожья, по словам Андрея Кулакова, кардинально не изменилась и природный ландшафт парка сохранят. А вот на его территории создадут площадки для занятий спортом и отдыха. В планы по развитию парка входит и создание общественного городского катка. Также его территорию дополнят другими аттракционами. Наш старый автодром 2000 года рождения, он, к сожалению, пришел в негодность уже, состарился в металлоконструкции, не соответствует сегодняшним требованиям, нормам, и мы его демонтировали. И мы на сегодняшний день уже заключили муниципальный контракт на поставку нового автодрома. Когда открывать? Открывать мы будем автодром на день города, всех приглашаем. Мы сегодня закупаем новый небольшой батут 6х6 размером, который будет открыт на 1 мая. Так что 1 мая мы наших уважаемых гостей, жителей, детей тоже не оставим без подарков. Все места отдыха в рамках программы «Безопасный регион» будут оснащены системами видеонаблюдения. Мне очень порадовало, что эта концепция не вызвала никаких отрицательных эмоций. Но там действительно какие-то могут быть отрицательные эмоции, потому что это действительно не какое-то строительство торгового центра. Это создание наших общественных территорий, причем природного ландшафта, сохранение природного ландшафта. Это очень важно и очень нужно в условиях городской среды. Жители поддерживают идеи по развитию и расширению городского парка и волнуются о содержании территорий в чистоте и порядке. Да проблема не в том, что создают. Люди должны сами создавать, люди должны приучать своих детей, чтобы имели чистоту, умели наводить порядок и следить за собой прежде всего и передавать своим будущим поколениям чистоту не только в природе, в душе и на нашей планете. Без этого никуда. Понятно, что вся территория парка будет закреплена за нашим муниципальным бюджетным учреждением Раменский городской парк. И именно в их обязанности будет входить содержание и поддержание чистоты и порядка на территории. Это безусловно. И в этом случае мы будем уверены в том, что никаких проблем с этим мы не испытаем. Концепция, которую представил глава района на суд жителям, находится на утверждении. Как только проект будет подписан всеми инстанциями, сразу приступят к его реализации. Раменская станет притягательнее как для раменчан, так и для туристов. Антон Карташов, Елена Цыганова, Елизавета Скрябина для программы Городские вести.